17 сентября исполняется 100 лет за дня рождения уникального человека Владимира Андреевича Колесника. Сфер жизни и творчества, в которых он достигал профессиональной высоты, много. Писатель-прозаик, поэт, педагог, литературовед, а еще фотограф-резчик по дереву. Этот список можно было бы продолжать, но более подробно рассказать о личности человека, оставившего глубокий след в жизни и душах многих людей на Брещене и за ее пределами. Чем именем названа улица в городе Бресте, наша съемочная группа попросила Елену Ковалюк. Я ученицей у Владимира Андреевича была и бачила его в аудитории, после бачила его, ну, уже, скажем, в последние годы его життя. И он был уникальный, правда, человек. Он был такой импульсивный, он был такой непрадказальный в многих ситуациях, а у других и навык прадказальный. Но для меня Владимир Андреевич открылся абсолютно по-иншему, когда я прочитала его книгу «Долг в памяти». Лауреат государственной премии Якуба Колоса. Известный белорусский педагог, критик Владимир Андреевич Колесник для многих был и остается учителем и добрым другом. Родным на всю жизнь для него стал филологический факультет Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина, в котором он проработал 40 лет. Владимир Андреевич Колесник – это целая эпоха гуманистичная, культурно-осветная эпоха в функционировании нашего университета и нашего факультета. Мы за все это памятаем и гоноримся тем, что он наш наставник, что он был первым профессором на Берастейской земле. Мы Колесника ведаем, как выдатного письменника, и он удельник другой сусветной войны, Великой Айчинной войны. Зброю ему довелось взять у руки, кале ему было только 19 годов, и он вельми близкий сенешним нашим студентам, бо они как раз находятся у гэтыму взрости. И Владимир Андреевич Колесник является для них вельми близким у гэтых отношениях идеалом. Владимир Андреевич – это в уголе вельми такая светлая особа, это знаковая особа для нашего факультета, для нашего университета. Мы вельми гоноримся тем, вот кольки уже годов пройшло с дня его смерти, в 94-м годе его не стало, но, разумеете, у нас таки феномен на факультете, потому что его присутность мы отшиваем до сей пары. И чтоб мы не рабили, мы заусёды азираемся на тое, як бы гэта зарабил Владимир Андреевич Колесник. То есть это вельми было аутаритетно, и оно и застаётся аутаритетно. Владимир Андреевич заклау широк уселяких традиций на факультете. Гэта и были краязнавчая, экскурсии по Беларуси, гэта были сустречы письменников с студентами. И вот гэтыми нашими коридорами мы гоноримся тем, что ходили Ян Кабрыль, Владимир Короткевич, Регор Бородулин. Презентуем, як можем у Владимира Андреевича, конечно, светлая память. Светлая память, самая светлая про этого человека и про всё тое, что он зарабил. Для того, чтобы познакомить студентов с творчеством Владимира Андреевича, посмотреть фильм об этом удивительном человеке, поразмышлять о смысле жизни, литературе, филологической науке и, конечно же, почтить память уникального и творческого человека, все собрались в научно-просветительском центре имени Владимира Андреевича Колесника. Вельми значный человек не только у истории белорусской литературы, белорусской науки. Особливо значный этот человек для Бреста, потому все беростейцы повинны ведать его имя, як одного з самых головных у истории Бреста. Я не побоюсь этого сказать, это один з самых величных, могутных людей. Поэтические строки – это вехи жизни Владимира Андреевича Колесника, его философские рассуждения, размышления о смысле жизни, признаниям в любви, пожеланиям будущим поколениям. Желаю нам твёрдо ходить по земле, не падать, не ползать, а быть на коне, добиться успехов в карьере, в семье, всю жизнь оставаться в ясном уме. Продолжение следует...